Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, давайте сегодня поговорим про девальвацию. Вычитал я любопытное интервью Сергея Глазьева, который считает, что девальвация случится с рублем неминуемо. Ну и перед тем, как мы начнем, друзья, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное! Погнали! Ну давайте начнем, наверное, с основных понятий, что такое девальвация и деноминация, чтобы нам в них не путаться. Девальвация — это официальное обесценивание национальной валюты, снижение ее курса по отношению к иностранным валютам или международным денежным единицам. Ну, например, курсу золота, скажем так. Девальвация — это не изменение, фактическое изменение номинала валюты, то есть все останется точно так же. То есть рубль, 10 тысяч рублей, но при этом покупательская способность валюты уменьшается. То есть это понятие тесно связано, по сути, с понятием инфляции. То есть товары стоят дороже относительно денежной единицы и российская валюта стоит дешевле относительно мировых аналогов, например, по отношению к доллару, к евро, либо к золоту. А деноминация — это укрепление национальной денежной единицы путем обмена по установленному соотношению старых денежных знаков на новые. Но это то, что происходило в России в 90-е годы, когда взяли и просто зачеркнули три нолика, все старые деньги потом по истечении некоторого времени изъяли и выпустили в обращение новые деньги уже с обновленным номиналом. Ну, о деноминации тоже, кстати, недавно поговорили. Речь шла о том, чтобы зачеркнуть пару ноликов. Ну, если честно, все умные и толковые экономисты, чье мнение я читал, писали, что это совершенно неразумный поступок был бы со стороны российского руководства, правительства и Центробанка. Ну и, скорее всего, деноминация нам не грозит. Как бы необходимости в деноминации на сегодняшний момент нет совершенно. Ну, единственное, если это просто психологический такой шаг, который может согреть чью-то душу, что вот к нам вернется копейка в таком нормальном денежном эквиваленте. Ну, сейчас, по сути, уже копейками, наверное, не расплачиваются, да? То есть нет такого товара, который можно купить за условную одну копейку. А вообще практического назначения, практического применения этому мероприятию нет. А вот что касается девальвации, то мы, друзья, ее наблюдаем, мы ее наблюдаем постепенно, день за днем. И она фактически происходит тогда, когда Центробанк понижает курс российского рубля относительно других валют, но относительно, в первую очередь, долларов и евро. И это все происходит на наших глазах сегодня, пока не приобрело катастрофических масштабов. Но, тем не менее, вот ряд людей уже высказывается о том, что впереди еще более серьезная девальвация. Ну и смотрите, что говорит Глазьев. Он считает, что Россия проведет самую масштабную девальвацию своей национальной валюты среди всех остальных стран-экспортеров нефти. Ну и Глазьев, я напомню, это экс-советник президента России, академик, российский экономист. Он был освобожден от должности советников в конце прошлого года, ну чуть больше, чем год назад. И поговаривали, что случилось это из-за его вот этой неудобности, несговорчивости. Он часто подвергал критике Центробанк, часто подвергал критике правительства. И, в общем-то, у него песня одна и та же. Он говорит, что Центробанк, который проводит курс так называемого плавающего рубля, он, по сути, этим дает большую почву для спекулянтов. Ну и в тех странах, где курс зафиксирован, ну в частности, аналогичных стран-экспортеров нефти, чей основной бюджетный доход составляют именно эти доходы. Он, собственно, считает, что там, где курс более стабилен и более жестко контролируем, там ситуация обстоит лучше. Но в России, поскольку у нас Центробанк придерживается вот этого плавающего курса, то ничего хорошего нам в будущем не грозит. Как отмечает экономист, в таком положении дел больше всего заинтересованы валютные спекулянты, самым очевидным образом связанные инсайдерскими отношениями с сотрудниками Центробанка. Вот даже о чем говорит Глазьев, которые и сливают им информацию о запланированных валютных интервенциях или отсутствии таковых. Но что имеется в виду под интервенциями? Имеется в виду, что Центробанк, у него, большинство его резервов хранится в валюте. Ну в валюте, естественно, и в золоте. И начиная с текущего курса, с текущей ситуации весенней с коронавирусом, с падением нефтяных цен, Центробанк начал эту валюту продавать для того, чтобы рубль искусственно поддерживать. Ну и, естественно, Глазьев намекает на то, что некоторые лица, неназванные, они имеют доступ к этой информации и, соответственно, могут понимать, когда курс валюты пойдет вверх. Ну, соответственно, когда эти интервенции, например, продажи валюты Центробанком на российском рынке уменьшаются. И когда рубль пойдет вниз, то есть, когда пойдет вверх, когда интервенции увеличиваются, и пойдет вниз, когда эти интервенции уменьшаются. Вот сейчас, например, идет тенденция к уменьшению этой продажи. То есть, Центробанк слегка подотпустил курс рубля. То есть, он уже не так сильно сжигает эти внутренние резервы, потому что это все довольно сложное такое мероприятие, довольно затратное для Центробанка. И он не может это делать бесконечно. Ну, и кроме того, говорят, что, в принципе, рубль держали искусственно, главным образом для того, чтобы не нагнетать ситуацию, которая сложилась в период самоизоляции, когда люди сидят по домам, когда люди теряют работу. Ну, и опять же, мы помним, что надо было более-менее успешно провести голосование по поправкам в Конституцию. Ну, и потом, в общем-то, вот эта политика несколько сгладилась. Рубль отпустили в то самое свободное плавание, о котором говорит Глазев. Но он еще считает, что спекулянты имеют доступ к информации. Когда Центробанк будет поддерживать этот курс, а когда он будет его отпускать. Ну, и они этим, естественно, по его мнению, пользуются и таким образом зарабатывают. Это Глазев говорил и раньше, он говорил это неоднократно. И он считает, что это все ставит Россию перед угрозой самой серьезной девальвации. Он считает, что она обязательно произойдет при любом резком изменении стоимости доллара, в котором не только находится большая часть сбережений в российских фондах, но и проводится львиная доля международных расчетов. Ну, и Глазев считает, что время X наступит в период с сентября по ноябрь в связи с финишной прямой президентской гонки США. Ну, и в этой связи он считает, что Центробанк заявит о том, что российский рубль необходимо девальвировать. Вот такие неприятные прогнозы, неприятные прогнозы от Глазьева. Ну, вы знаете, я к таким прогнозам отношусь, конечно, с долей осторожности. Человек такой явно негативно настроенный по отношению к российскому Центробанку, хотя многие считают, что наоборот Центробанк проводит адекватную политику, в частности по отношению к курсу национальной валюты. Но вместе с тем, вот любая подобная информация, она заставляет задуматься. Все-таки Глазьев довольно авторитетный, уважаемый человек. И коль скоро он делает такие неблагоприятные прогнозы, то нам с вами, как инвесторам, надо это принимать к сведению и надо принимать контрмеры. Коль скоро мы с вами лично, вот я, вы не можем повлиять на реальный курс рубля. Мы можем сделать только одно. Мы можем максимально застраховаться от неблагоприятных последствий, которые в данном случае нам прогнозирует эксперт. Ну, давайте, друзья, перелетим в приложение брокера Тинькофф и посмотрим на курс доллара США по отношению к рублю за последний год. Ну вот, смотрите, здесь было самое серьезное пике. Вот очень сильно доллар взлетел, практически до 80 рублей. Потом был значительный отскок. И сейчас, смотрите, вновь пошла вторая волна набора укрепления американской валюты по отношению к рублю, набора его курса. Так что, что мы можем сделать здесь? Единственное, чем мы можем подстраховаться, это держать часть своих сбережений в валюте. Если ситуация повторится, я надеюсь, что она не выйдет из-под контроля, так как это случилось в конце февраля, когда доллар подорожал более чем на 15 рублей. Но в любом случае страховка необходима. Страховка от любых резких колебаний. Страховка эта заключается в том, что нам просто необходимо покупать валюту. Все это очень просто, очень понятно. Это то, что, собственно, делает даже российский Центробанк. Вы понимаете, что российское правительство не держит свои сбережения в рублях. То есть нам они предлагают, ребята, держите деньги в той валюте, в которой вы ее зарабатываете и тратите, но при этом сами они все держат в долларах и в золоте. Вот, друзья, и ответ на все наши вопросы. Поэтому я для себя давно уже сделал вывод, что как минимум треть своих сбережений, а желательно половину, я держу в валюте. Это доллары и евро. Стараюсь также держать какие-то золотые активы, ну то есть акции золотодобывающих компаний. Ну и все это, на мой взгляд, является неплохой подушкой безопасности от любых неприятных ситуаций. Если вдруг завтра, послезавтра, не дай бог мне этого, конечно, не хочется, но рубль резко обвалится и произойдет та самая девальвация, о которой говорит Глазев, то, естественно, мои российские активы будут обесцениваться, но при этом мои валютные активы, которые номинированы в долларах и в евро, они резко выстрелят, резко вырастут. И вот эта курсовая разница, она, возможно, даже даст мне прирост по моему портфелю, ну или как минимум нивелирует вот это падение российской валюты. Ну вот такие, друзья, мысли. А надеюсь, настроение вам этим прогнозом от Глазева я не испортил, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, друзья, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok